31 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя провел личный прием граждан. К главе региона жители обращались за решениями самых актуальных вопросов. О результатах встречи расскажет Наталья Чекет. Жительница города Кувшинова обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта крыши многоквартирного трехэтажного дома. Уже на протяжении семи лет в доме Елены Ефимовой протекает крыша. Как рассказывает женщина, она обращалась во все инстанции, но это не дало результатов. Если бы вы разошли ко мне в квартиру, вы бы испугались. Плесень невыносимая в прихожей льет, как из ведра, любой дождь. А дождь у нас сейчас и зимой тоже. Ребенок у меня аллергик. Аллергический ренит у него, да и даже под вопросом бронхиальная астма. Губернатор сообщил, что будет принят план по ремонту многоквартирных домов, в том числе кровель. Работы планируется провести до 1 ноября текущего года. С учетом сезонности возможно завершить ремонт раньше. С просьбой оказать содействие обратилась жительница поселка Рамешки Татьяна Соколова. В детском саду, где она работает воспитателем, необходимо заменить окна. Частично окна заменены в саду. И осталось еще 35 окон для замены. И сумма большая, больше миллиона. Как отметил Игорь Рудене, оконные блоки в учреждениях будут заменены в рамках региональной программы модернизации материально-технической базы образовательных учреждений. Проведем дополнительные процедуры. Я думаю, что мы сможем эту работу сделать до конца октября. Если мы будем поменять окна. Еще один проблемный вопрос, который обсудили во время приема, необходимость проведения ремонта автомобильной дороги регионального значения от Сележарова до Ржева. С ним главе региона обратилась жительница Сележаровского района Юлия Ермакова. В 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт был проведен на двух участках протяженностью 30 километров в Осташковском городском округе и Сележаровском районе. Первый отремонтированный участок с 6 по 28 километр до поселка Сележарова. Второй с 35 по 43 километр до поворота на деревню Тальцы. Вторая часть от Сележарова до Ржева работает с 2021 года. В прошлом году все сделали с опережением. В этом году осталось, если не ошибаюсь, около 30 километров до Ржева, от Сележарова. В этом году должны доделать эту работу на небольшом этапе и заканчиваются эти работы к 1 сентября 2021 года. Всего за время приема было решено множество вопросов. Никто из пришедших не остался без внимания. Игорь Руденя дал необходимые поручения и определил конкретные сроки исполнения принятых решений.